Вот это называется работа. Дерево здесь когда-то было, его теперь не стало. Вот эту секцию, которой нет, мы уже с ней ковыряемся лет пять, и каждый льет свою лапшу. Вот она, троица, которая обслуживает наш дом, благоустройство. И поставьте нам памятник при жизни. Николай Арзамаскин вполне мог бы стать народным инспектором ПЖКХ. За 25 лет, что он живет на почтовой 21, пережита ни одна управляющая компания. Изучен ни один справочник, и написана ни одна жалоба. Сегодня предъявляет пик комфорту. Если с улицы постороннему масштаб бедствия не так очевиден, инспектор Арзамаскин предлагает зайти в подъезд. Вы видите здесь вот провода все? Видите провода? И даже пустят журналистов к себе в квартиру. Тут уж вспоминай поговорку или нет, осадочек останется еще тот. Почему за эти услуги, недоложащие качества, мы должны расплачься из своего кошелька? Вот я никак не пойму. Не поймут и жители Советской 6. Уровень обслуживания за их деньги – подвал во всех смыслах. Рассказывать о проблеме Галина Олейникова предпочитает снаружи. Здесь и не вздохнешь. Вот у нас рассыпается дом. Отсюда идет испарение страшное. На втором этаже женщина пожилая лежит. Она постоянно бронхитом болеет. Подвал. Туда не войдешь. Вонь в квартирах. За последние 6 лет здесь хозяйничали финстрой, указал Нечногорск и пик комфорт. Каждая внесла свою лепту. На молодежный один управдом С ушла, как та жена, не выкрутив разве что розеток. Сняли практически все пожарные гидранты. Можете пройтись по подъездам, посмотреть. У нас были камеры. Хотя они были не учтены управдомом, но покупали же за нас счет. Стояли над подъездами камеры. Лично я просила, когда у меня были ситуации ночью, звонки непонятные на домофоны, кто звонил. Мне следили, показывали. У них была вся операция. И зажав важные бумаги, суды между управдом С и УК «Солнечный город» продолжаются. Правда и это ненадолго. ГЖИ уже заявила о намерении аннулировать лицензию и подала в суд. Новая УК «Солнечногорск» приступила летом. Жители пока не спешат с выводами. Меня узнают, потому что я туда захожу, меня спрашивают. Решился ваш вопрос, не решился ваш вопрос. То есть они все равно отзываются, отвечают, решают вопросы, перезванивают. Народные проверки идут. С той же активностью люди выйдут на общие собрания и переизберут управляющую компанию, если прежняя не справляется. Кому дать шансы, а кому нет, решать, конечно, жителям. ГЖИ и суд авансов не признают.